Во имя Отца и Сына, Святого Духа, Аминь. Из творения святителя Анна Златоуста, из бесед на книгу Бытия. Трудящийся над возделанием земли, истощает свои запасы, бросая семена в землю и прежде собранное рассеивая, и делает это с удовольствием, утешая себя надеждой получить большее, и притом зная, как часто обманывают ожидания их и перемена погоды, и бесплодие почвы, и разные другие обстоятельства, или множество саранчи, или нападение зловредной росы. И однако, питаясь добрыми надеждами, веряют земле то, что было собрано в житнице, то тем более нам следует рассеивать на пропитание нищих то, что просто лежит у нас. Здесь никогда нельзя обмануться в добром конце, и нельзя опасаться неудачи, бывающей при возделании земли. Расточил, сказано, раздал нищим. А послушай, что далее? Правда его пребывает вовеки. Вот удивительное расточение. Раздал в короткое время, и правда его пребывает в нескончаемые веки. И может ли быть что-нибудь блажение этого? Итак, умоляю, будем приобретать себе праведность, милостыню, чтобы и о нас достойно могли бы сказать. Они расточили, дали убогим, и правда их пребывает вовек в векам. Поскольку сказано, расточил, раздал то, чтобы не подумал, будто расточенное погибает, то часы прибавлено, правда его пребывает вовеки. То есть после расточения временных сокровищ остается правда нерасточимая, простирающаяся на всю вечность и никогда не оканчивающаяся. А вместе с милосердием приложим усердное попечение и о других добродетелях. Укротим страсти плотские, изгоним из души свои всякое пожелание непотребное, всякое злое помышление, гнев, ярость, зависть, и украсим всем благообразие души, чтобы, приобретши светлую и блистающую душевную красоту, привлечь себе владыку небесного. И он благоволил сотворить в нас обитель себе. А он, где только узрит душу благообразную, немедленно туда приходит. Он сам сказал, на кого возрю, только на кроткого и молчаливого и смиренного, и трепещущего словес моих. Видишь, что он сам указывает нам на все духовные украшения, могущие сделать светлым душевное благообразие. На кроткого говорит и молчаливого, и смиренного. А затем присовокупляет и то, от чего все другие добродетели происходят, и трепещущего словес моих. Что это значит, трепещущего словес моих? Значит, такого человека, который в самых делах своих показывает повиновение заповедям Божиим. Как и в другом месте сказано, «Блажен муж, боящийся Господа». И мы, когда видим, что слуга наш исполняет наши приказания с великим чаянием, со страхом и трепетом, оказываем ему более благоволение и благорасположение. А гораздо более окажет нам милости благой Господь наш. Поэтому Он и сказал, «Возрю на кроткого, молчаливого и трепещущего словес моих». Итак, будем трепетать слов Его и со всяким страхом исполнять их. А слова Его – это заповеди, данные нам от Него. Зная, что Ему угодно, что приятно, то и будем делать и постараемся быть такими. Оказывать послушание безмолвное, кротость, смирение, с великим благоговением и страхом исполняя все Его заповеди, чтобы Он, владыка всяческих, приняв доброе расположение наших намерений и, будучи доволен нашим послушанием, благоволил презреть на нас. Если Он благоволит сделать это, то приведет нас в состояние совершенной безопасности. «Возрю», – говорит Он, «То есть удостою своего попечения, простру руку, во всем помогу, в изобилии излиющей дроты свои. Будем же, умоляю, делать все это, чтобы возрел владыка и на нас, чтобы могли мы и настоящую жизнь провести беспечально, и будущий благ достигнуть, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.